всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра берите тоже раскраски канцелярию может быть вооружайтесь вкусняшками давайте приступим как вы уже видите я взяла арт-йогу за семнадцатый восемнадцатый год я не спешу заканчивать эту раскраску она мне нравится ну вообще в принципе то тут много уже по раскрашена вот ну мы по моему в том месяце листали в этот раз я решила наконец-то дораскрашивать вот эту иллюстрацию а то уже сколько прошло время руки не доходят и в общем пора бы я не знаю получится у меня или не получится точно также и не помню какие я карандаши тогда использовала но я немножечко сейчас опущу камеру я немножечко пройдусь по уже раскрашенному вроде когда это карандаш и здесь чтобы и поярче было и как-то наверное вот этот цвет ну тогда у меня этих карандашей точно еще не было но я в принципе и раскрашивала по-другому не знаю может быть я вообще сделаю две разные перчатки варежки точнее здесь совсем светлый может быть пройдусь еще немножко или где-нибудь по краям так вот потом можно за блендерить например ну пора бы а то уже много чего здесь раскрашена тут вроде как не доделано нехорошо раньше вот да для меня это мне уже видимо не прикалывала вот это все прорисовывать ну и я видимо забросила а сейчас я даже не всегда это прорисовываю ладно к блендеру мы еще вернемся так сказать к теме блендера и наверное еще вот здесь немножко затемнить ой ну да ладно не страшно если имеется ввиду вязаная варежка то в шерсти может быть все что угодно какой угодно оттенок примешан такое бывает поэтому можно даже за ошибку не считать так и все же я думаю какого цвета будет варежка не хочу второе делать одинаковую ну потому что если делать одинаковую топ нужно вот прям все это в точности мне не охота с другой стороны что меня напрягает я ее вижу синий ладно попробую кая пересилить себя вспомнить старые времена и по раскрашивать вот так вот скучно знаете энтузиазм сразу вообще поубавилась у меня энтузиазма учет меня напрягает не знаю хотя они все равно же мне кажется разные получатся странные ощущения давно так не красила здесь наоборот это я смотрю в какой я последовательности чего хотя тут вообще варежки перевернуты ну хоть что-то так у маленьких оранжевая по центру а у больших кружочков наоборот наверное все таки вот этот цвет вот этот возьму все таки более-менее пытаюсь конечно схоже раскрасить но не факт зато у меня будет душа спокойно что уже вроде как иллюстрация закончена вот теперь вот этот посветлей вот блендером сейчас когда пройдусь я думаю конечно одинаково не будет но все таки хотела заблэндерить за кадром но решила все таки на камеру видите уже половину блендером прошла и насколько стал такой более яркий цвет не ну в принципе мне удалось почти очень похоже сделать по цветам ну по крайней мере я не знаю как там на камеру а вообще прям очень похоже сначала мне казалось что нет будут отличаться а сейчас я вижу что ну очень даже похоже ну и в общем хорошо вполне меня порадовало что это были не фломастеры сейчас возьму салфетку и начну растирать салфеткой для большего блеска и так блестит но салфетка она дает именно глянец это что нету вообще никаких полосочек там всяких штрихов ну я натираю так тщательно потому что вот воск вот эта основа она должна разогреться вот видите какая поверхность а здесь да в общем то даже по сравнению с этим и толком то не блестит вот в этом и разница почему мне именно этот способ так полюбился конечно рука напрягается очень сильно но зато хороший результат то же самое можно делать и с блендером лира точнее он называется сплендер ух тренировочка параллельно ведь и так я даже вроде человек тренированный аж дыхание сбилась но с другой стороны это правда хорошо я по раскрашивала и считайте по тренировалась кардио видите как блестит классно но чудо просто от меня это радует ладно ну а фон я здесь пока наверное делать не буду ну не знаю не вижу его здесь хотя можно было бы сделать такое же а может правда сделать но мне кажется что здесь были мелки а может быть я сейчас и сделаю только нужно взять петербургскую пастель а не мунга потому что мунга она довольно таки пигментированная ну вот пастель достала эта коробочка у меня всегда лежит первое и я ее еще подписала номер один ну летом когда дома нет отопления она более яркая возьму наверное ну вот вот этот скорее всего части сак возьму просто в других коробках там еще есть оттенки наверное подходящий ну хотя здесь в основном вот синие зеленые такие так слегка чтобы уж не сильно выделялась а мне даже иногда нравится когда я растираю пастель заходить непосредственно с фона на рисунок потому что когда пастель получается вот смешивается с карандашами и такое естественное затемнение получается мне нравится так иногда делать пару раз получилось случайно и я поняла что это классно вот здесь вот так будет хорошо сделать ну правда здесь все равно посветлее хотим эти вот на камеру вообще мне на камеру более-менее одинаково но мелок он конечно вот другую структуру немножко имеет видно такие как полосочки а здесь все вроде как более-менее равномерно следующую раскраску я взяла ханну карлсон расцветный час в прошлом месяце у меня был раскрашен вот этот код я рассказывала что мне хотелось именно так сделать и так его раскрасить так многие раньше красили ну и должна быть и у меня такая иллюстрация ну и потом я шерсть прорисовывать не умею а пространство тут очень большие ну и в целом получилось как-то так по зимнему все блестит нормально сейчас конечно надо выбрать что еще раскрашивать сейчас посмотрим тут у меня тоже заполнена вот здесь не заполнена начата мне не очень хочется пока вот это красить хотя здесь есть грибочки разворот в этом месяце у меня уже я не помню был какой-то разворот где-то или нет да и здесь не хотя было бы идеально раскрасить все по порядку на счету ну ну никак здесь вот разворот сделан тут уже тоже все заполнено очень мне вот это нравится в пастельных таких нежных оттенках раскрашена так и что же моя душенька изволит раскрашивать вот хорошо грибочки по раскрашивать но здесь птица с другой стороны фона мало или все таки вот эту раскрасит да вот претендент это иллюстрация так здесь уже я показывала это я раскрасила чтоб тут такого симпатичного вдруг я что-то еще захочу пораскрашивать вот эта красивая иллюстрация может ее взять я люблю такие сюжетные сейчас походу я пролистаю всю раскраску и так и не решу что конкретно пока склоняюсь к той вообще если вот эту раскрасить мне в принципе цветочки красить нравится может быть может быть здесь конечно лицо все дела то что я не люблю поварик ушки но меня подкупает то что здесь все пространство закрашены и это может быть очень даже симпатично а может быть даже и красиво ладно я кажется определилась решено буду раскрашивать вот это хотелось конечно чего-нибудь еще попроще вот как ту например но здесь мне прям очень нравится начну наверное я с цветочков и я думаю может быть пораскрашивать это дело акварелью даже а саму девушку раскрасить карандашами подумала я и решила что нет я буду красить карандашами потому что опять же это все будет более красочно более ярко можно еще все это натереть чтобы был блеск как я люблю поэтому не пусть будут карандаши лучше я посижу повожусь с этим делом думаю вот этими или может быть дервенты вход пустить давно я их не использовала выбрала я карандаши которые мне вначале потребуются здесь у меня дервенты колорсофт дроуинг потом крета колор и невская палитра не акварельную начать я решила просто с волос и и действительно давно не использовала эти карандаши ну вот этот вот он только в начале и можно раскрашивать потому что на карандаши он не ложится по крайней мере у меня точно зато если сначала им раскрасить его так немножко нанести то потом он будет другими карандашами так это хорошо разносится по бумаги поэтому я его немножко довольно таки хаотично нанесу везде там уже будет все естественно ну ладно и приступлю к раскрашиванию надо будет еще перебрать свои карандаши достать из запасов фикс прайс если что-то у меня закончилось вот и тоже ими раскрашивать я себя ловлю на мысли что я соскучилась уже по этим карандашам потому что сначала я прям ашановскими красила потом подсела на фикс прайс хотя и каша она возвращалась да и сейчас пользуюсь потом то одно то другое появится теперь соскучилась возвращаюсь к тому чего начинала практически единственное раньше я каждую волосинку как-то вот так прокрашивала а сейчас то ли облегнилась да нет дело конечно не в облегнилась если мне вот такими фрагментами не нравилось раскрашивать наверное конечно красила как раньше ну а так я тут когда покупала себе очередной дервент ну там была маленькая палитра в общем то конечно не еще было выбрать особо ну и вообще как-то вроде уже все что хотела приобрела как-то так немножко здесь рыженького добавлю открыта color вообще отказывается а вот здесь он прям хорошо хорошо красит где он так вытягивается и получается очень красивое сочетание дело потихоньку продвигается где-то я еще немножко использую белый карандаш ну совсем совсем чуть-чуть сейчас я стала по одной волосинки красит решила все таки по одной а где-то наоборот фрагментами чтоб поинтереснее по фактур не было и вот этот цвет не забыть блестит достаточно уже сильно конечно когда разотру салфеткой думаю вообще будет классно дервентами конечно очень приятно красить вот здесь белый будет не лишним вот все-таки белый дервент это конечно класс именно color soft не ну кому что кому-то и дроуинг я его вообще не оценила абсолютно не мой материал хотя остальные карандаши мне как бы нравятся ну это видео я пожалуй буду завершать если оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео заходите в инстаграм три семерки рыжая три восьмерки ну а я благодарю вас за просмотр желаю здоровья хорошего настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров интересных раскрасок хорошей канцелярии до скорой встречи всем пока пока пока